Скажите, пожалуйста, для вас то, что Россия начала агрессию против Украины, широкомасштабную, дерзкую, невиданную, это была неожиданность или вы знали, что это произойдет? Это хороший вопрос, я вам скажу ответ – да и нет. У меня не было никаких сомнений, что Путин хочет захватить всю Украину, что для него это не только политический план, но, скажем, тоже какая-то обсессия, это психологическая идея, с которой он живет с самого начала. Я помню наш разговор, это был еще Путин номер один, потому что, я думаю, мы теперь должны считать, что этот Путин – это уже номер четыре или пять, черт знает, но это был еще молодой президент. В 22-м году мы встретились в Кремле в его апартаментах, и у нас был хороший такой длинный разговор. И он мне тогда сказал, что для него одна из главных задач – это создать снова великую Россию. Потому что он, конечно, говорил, что распад Советского Союза – это был самый главный, он говорил об этом публично, самое главное несчастье 20-го века. Он ни одного хорошего слова не сказал про Горбачеве, про Ельцина сказал немножко лучше, но, конечно, он его сделал президентом. И он об этом не сказал, но тогда, конечно, молодой президент, я уже был семь лет президентом, он только два года президентом. Мне кажется, что это в каком-то смысле понятно, это мечта, он хочет это делать. Я думаю, что с Майдана 4-го года, с оранжевой революции, началась у него уже не только мечта, но тоже и план. Потому что он не только думал все время, конечно, он понимает Украину ошибочно, он говорит все время, Украина – это не страна, украинцы – это не народ, это непонятные ошибки. Но он, конечно, так воспитан, он так думает. Но, по-моему, с 2004 года, с оранжевой революции, это уже была не мечта, но план. Потому что он очень боится всех таких демонстраций, когда авторитарный режим может быть изменен через людей, улицу, демонстрантов и так далее. И потом, конечно, мы видели Грузию в 2008 году, конечно, мои отношения с Путиным закончились после оранжевой революции, потому вы знаете, какую я там сыграл, он был очень против, он даже ругал меня во время одной из своих пресс-конференций. Потом наши два последних разговора, очень такие тяжелые, но, конечно, содержательные, надо сказать. Это было в Аушвиц, потому что в январе была годовщина освобождения Аушвиц. Он приехал, опоздал, конечно, это тоже был такой символ, что он так принимает и не принимает участие. Но потом был тяжелый разговор с ним, а потом я приехал на годовщину Дня Победы, 60-й годовщину Победы над фашизмом, над немцами. И тогда уже тоже был очень тяжелый разговор, прежде всего про Украину. Я тогда понял, что у него начинается уже не только мечта, но и план, и тоже чувствовал тогда, но это тоже, скажем, 17 лет тому назад, это долго, что начинается какая-то обсессия. А теперь думаю, что эта обсессия, она прежде всего, она сильнее, чем другие аргументы, чем понимание реалий, все, что мы видим. Так в том смысле это не... Я ожидал, что так может быть. Я думал, конечно, и поэтому говорю, что да и нет, потому что я не думал, что он решит делать это на таком путем, с масштабным атаком, агрессией и так далее, потому что, по-моему, это историческая ошибка. Он не только теряет навсегда Украину, не в таком смысле, сколько он будет мест оккупировать, но как народ, он теряет на поколения, по-моему, по-моему, навсегда. А второе, конечно, он тоже делает... Он вредит своей стране, потому что это война непонятная нормальным русским, которые не понимают, почему... С одной стороны Путин говорит, мы один народ. Почему бороться с этим народом? Почему убивать братья и сестры? Как это объяснить? Почему молодому человеку, которому 20 лет, он сидит на танке, он приезжает в Харков? Он мог бы приезжать в Харков на автобусе или на своей машине, пойти в хороший ресторан, говорить на своем языке, потому что в Харкове договориться на русском не будет никакой проблем. Я думаю, что это уже... Это истерическая ошибка, и поэтому я не думал, что это сделать. Ну, к сожалению, сделал. Но вы 10 лет были президентом Польши, вы неоднократно общались с Путиным. Каков психологический портрет этого человека? Я вам скажу так. Первое... Надо начинать с самого начала. Он КГБист. Я думаю, что даже, на которые говорят, что он хотел пойти в КГБ, потому что это была какая-то возможность такой карьеры, развития и так далее. Но, знаете, даже в Советском Союзе были разные дороги такой карьеры. Можно было пойти в коммунистическую партию, в администрацию, в разные места. Я думаю, что очень специальные люди попадали в КГБ. Это первое. Второе, КГБ, конечно, имел свою систему образования. И когда я говорил, например, с Путиным, я все должен подчеркивать. Наш разговор был с 2000 года до 2005 года. Это долго уже в истории. Я говорю про Путина номер один. Так, конечно, это было абсолютно чувствительно, что он воспитан этими книгами, этой пропагандой и так далее. Как мы говорили, например, это для меня, польского президента, было важно. Как мы говорили про договор Риббендроп-Молотов. Как я с его стороны слушал только эту советскую пропаганду, которую мы хорошо знали. Что это было, конечно, важно, что они так помогали Украине и Белоруссии. Они тогда не хотели, чтобы война пришла. Война пришла в 1941 году. Ну, все-таки это пропаганда, мы знаем. Но это только был такой подход. Еще это более болезненно было. Как мы начинали говорить про Катыни. Вы знаете. Конечно. На звуках Сталина, который поддержали все. Это записано, там есть подпись, подписи всех. Конечно. Бюро убили более чем 22 тысячи польских офицеров. Ну, и, конечно, он мне говорит, Путин говорит, знаешь, но они хотели бороться с Советским Союзом. Они не боролись. 17 сентября польское правительство, которое еще существовало, сказали, что мы с Красной Армой не будем бороться. И они, конечно, пошли в плен. И, конечно, тогда их убили. Что они не были самые главные симпатики Советского Союза. Это другое дело. Но за это нельзя убивать. Но они убили. И, конечно, это было организовано все. Это все было сделано согласно с решением Сталина. Это не было так случайно. Это не было так. И он, конечно, повторял все время эту пропаганду, которую мы хорошо знали. Потому что я жил в Польше, в которой, слава богу, никогда не было Советской Республикой. Но все такие влияния в пропаганде тоже России было немало. Это первое. КГБ. Это надо понимать, что человек, который выходит из этой структуры, я скажу вам так, что, первое, выйти со структуры КГБ – это очень сложно. Но даже если кто-то уйдет со структуры КГБ, так психологически КГБ никогда не ходит из него. И КГБ или другая – это тоже относится к другим спецслужбам в других странах. Это не только. Но КГБ – это такая агрессивная, очень-очень специальная служба. Это первое. Второе, конечно, в мое время, как я встречался с Путиным, он был, конечно, молодой. Я тоже был молодой человек. Он три года только старше, чем я. Так у нас были хорошие разговоры, мы говорили на русском языке. Это тоже помогало. Но он тогда еще слушал. Он тогда еще спрашивал. Он тогда еще, думаю, определял свое место. Он еще не знал, как это все пойдет. Но потом пошло, к сожалению, в плохом направлении. Я вам скажу, конечно, с пятого года уже встреч у нас не было никаких. Я вам только скажу, как я это вижу теперь. По-моему, проблема с Путиным такая. Первое – это КГБ, конечно. А КГБ – это проблема политически еще сложнее. Потому что, знаете, в истории и России, и Советского Союза роль этих спецслужб была всегда очень сильная, очень влиятельная. Но все-таки даже за цара, кто-то держал контроль, как царь или его окружение, во время Советского Союза, это была коммунистическая партия Советского Союза, которая держала какую-то более-менее эффективную контроль. Это было политбюро и так далее. Конечно, спецслужбы, они хотели влиять, они делали разные вещи, разные заговоры и так далее. Но все-таки какая-то система, как по-английски скажем, check and balance, существовала. Какая система взаимоконтроля существовала. С избранием Путина КГБ стала руководящей силой. Эти люди стали руководящей силой России, и они не имеют никакого контроля. Потому что парламент не исполняет такой роль. Политическая ведущая партия тоже нет. масс-медиа тоже не могут, потому что они очень ограниченные. И, конечно, роль этой спецслужб теперь, она исторически, как никогда. Она очень сильная, влиятельная и опасная. Конечно, и опасная. Но это первое. Второе дело, это надо понимать, что Путин уже 22 года при власти. Я вам скажу, я ему только 10 лет. Я вам скажу так, что даже если святой был бы 22 года при власти, ему было бы очень сложно. Он тоже мог бы быть демолизован, без понимания реалии, без всего. Потому что это 10 лет. Я считаю себя нормальным человеком. Но я вам не могу обещать, если я был бы 22 года при власти, я тоже был бы такой нормальный человек. Это было бы очень трудно. 22 года – это долго. А еще есть такой момент у всех, которые уже долго. Они понимают, что они моложе уже не будут. Так много надо делать уже теперь. Я думаю, что один из этих важных факторов, почему он решил это сделать теперь, потому что он чувствует, что у него уже долго времени нет. Что он не может ожидать, что Акурайна будет на его стороне еще 10 лет или 15 лет. Следующий фактор – это, конечно, Путин создал путинизм. Это специальная система. Такая система тоже пока даже в Советском Союзе или в России не существовала. Даже Сталин должен считаться с членами политбюро. Там были разные фракции и так далее. Это было сложнее. Путин создал систему, где он один. И где этот символ, конечно, он решил использовать эту символику в отношении с Западом, что сидит за столом и там 7 или 10 метров Макрон или 10 метров дальше Шольц. Но как я смотрел, что он так сидит даже с Лавровым, с Шойгу. Я думаю, ну, бог ты мой. Это, конечно, символ, какую систему политическую он создал. Что его самые близкие советники, самые близкие люди, они не ближе, чем 7 метров. И это, понимаете, надо понимать, что этот человек решает много вопросов сам. А все, которые даже хотели бы, я не знаю, есть такие или нет, но если хотели бы сказать что-то нибудь критическое, так есть эта дистанция 7 метров или 10 метров, чтобы это сделать. Ну, я, конечно, это так говорю немножко символически, но, по-моему, есть эта проблема, что Путин не только что 22 года, это уже долго, и он потерял понимание реалий, но он тоже один. У него нет, конечно, этого, даже людей, которые бы сказали президент. Спокойно, президент, мы не должны этого делать. В каждой стране мы знаем, какая семья у президента. Жена, две жены, жена и любовница, дети такие, другие, третьи и так далее. Но что это обозначает? Это не важно, сколько у него и как это выглядит, но это важно, чтобы понимать, в каком окружении он живет. Есть, насколько он понимает это все, что происходит вокруг него. Мы ничего не знаем про Путин. Мы, конечно, имеем какие информации, но не знаем. Это тоже для меня очень важно, что мне кажется, что даже он дома, как уже абсолютно сидит сам в окружении своей семьи, у него тоже нет тогда информации, что происходит вокруг, как люди думают, как они реагируют, им понравится. Тем более, что он в интернет не выходит вообще. Ну да, это еще, знаю, это правда-неправда, но, по-моему, это еще одно, что показывает, что человек опасный, потому что он немолодой, деморализованный, воспитанный идеями пропаганды КГБ и без, конечно, отношений с этим настоящим миром, в котором мы все живем.